Приветствую, друзья! Сегодня вторник, значит у нас очередная бесплатная флешка, ссылку на которую вы обнаружите в описании к данному видеоролику. И на этот раз это Битси Блиц, вот как, собственно, здесь и видно. Я нажимаю карантинью, потому что чуть-чуть, совсем на самом деле чуть-чуть уже поиграл. Ну, суть в чём? Мы верхом на вот этом вот осле должны отбиваться от врага. Вначале показывают, как всё будет круто потом. Так, у меня тут перегрев, надо сменить оружие. У нас три оружия, собственно, вот они на единичку, двоечку и троечку. Умирающие враги оставляют после себя вот такие вот кристаллы, выпадающие на эти кристаллы. Ну, потом между уровнями... Ну, вот я сейчас, получается, этот момент между уровнями пропустил, хотя он у меня был. Так, снова вот этот. Давай-ка. ПВО. Ну, вот, вначале дают поуправлять другим персонажем и показывают, как всё будет круто потом. Там такой очень крутой персонаж, похожий на мужичка из Монополии. И тоже вверхом на маленьком конике. Так, а потом по сюжету нам даёт вот этого вот парнишку. Кстати, похоже, вот столько вот уровней, ну или, по крайней мере, изначально. И, собственно, вот сейчас мне показывают то, что происходит между этими самыми уровнями. Я могу проапгрейдиться. Ну и что ты мне тут говоришь, коник? Так, какой бы мне заапгрейдить? Ассалт Райфл, Базуку или Снайперку. Ну, я не знаю, я бы, наверное, Снайперку бы заапгрейдил. И мне нужно выбрать два варианта, да? Так-так-так-так. Крит Шанс и Крит Дэмэдж. Я Крит Шанс возьму. Окей, теперь, говорят, можешь проапгрейдить все параметры. Хелф в паке. Каждые полтора минуты. Нет, мне кажется, это не прикольно. Вот. Так, а вот это Slice of Heart every 25 секунд? Ну, честно говоря, даже не знаю. Так, ладно, окей. Давайте лучше начнём с экстра сердечка, наверное. Мне кажется, это как-то целесообразней. А если я не хочу, continue. Если я хочу ещё что-нибудь заапгрейдить себе. У меня же есть ещё. А, всё, я могу. Хорошо. Так. Значит, что берём здесь? Угу. Это темп стрельбы увеличится на 17%, а это Крит Дэмэдж. Темп стрельбы. Что-то я Крит Дэмэдж решил не качать, так что пофигу. Так. Дополнительный дэмэдж, либо 20% Крит Дэмэджа. Мне кажется, лучше весь дамаг повысить разом. И, наконец... А, это что такое? А, во, это Крит Шанс, а это... Экстра Дэмэдж. Я возьму Крит Шанс, наверное. Да, возьму Крит Шанс. А в конце что-то мне дадут? Угу. Это интересные апгрейды. Пирсинг Шат. О, вот это круто. Ну что, давайте ломанёмся вперёд на нашем коньке. А почему коника нельзя улучшать? Мне кажется, как же... Должна быть такая фишка. Улучшение коняшки. Сейчас я... Хэдшот. Понял, да? Давай. Без шансов. Чёрт, вот чуть-чуть, не, вы видите, да? Совсем мальца не хватает дамага. Чё-то я, конечно, лоханулся. Надо было чё-нибудь другое вкачать. Чтоб дамага хватало. Так. А, я же совсем забываю о перегреве. Кстати, вот у этого мужичка из Монополии, которого показывают в начале, у него в качестве одной из пушек есть огнемёт. Вот мне интересно, можно ли здесь будет потом заменять себе пушки. Второй тир. О-о-о, так я-то думал, а тут этих апгрейдов оказывается ещё. Ё-о-моё. Окей, ладно, окей. Так. Бесплатные рубинчики там попросят чё-нибудь там лайкнуть и прочая фигня. На 5% больше рубинов. Во, есть для коня апгрейды. На 10% быстрее. Ну нет, пожалуй. Взять пирсинг или взять... Будете наносить на 30% больше повреждения. You will do more damage, less hit you got. Типа, чем меньше нагрев, тем больше повреждения, что ли? Так получается. А может и не так. Такс. Ну ладно. Начнём всё-таки, наверное, с хелфпаков, если выбирать из этих трёх. С дополнительное сердце. И, пожалуйста, дополнительное сердце. Так. А здесь возьмём всё же пирсинг. Пирсинг шот. И, о, ещё чё-то могу взять, да? Double hurt. You got an hour to hurt, so you can take... То есть сразу два сердечка дополнительных дадут. Или... Или, или, или два деления за 25 секунд. Наверное, всё-таки регенерацию. Регенерацию, или он, значит, стоит взять... Посмотрите, посмотрим ещё левел. Так. О! Пирсить начали. Нормально. Ещё бы научиться этим всем делом пользоваться. Кстати. О! А, о, я думал, это они неудачники. Не, на самом деле... На самом деле, так и задумано. Это пилоты хамикадзе. Божественный ветер, по-моему, за мной не изменяет память, да? Отлично. Даже немножечко по стимпанковски. Хотя, если бы я играл мужичком из Монополии, он бы смотрелся более по стимпанковски. Опа, критануло. Отличненько. Кстати. О! Лошадь может прыгать на пробел. Отлично вообще. Ну, аптечка упала. Что у нас дальше? Я хочу посмотреть босса, мне кажется, это будет босс, поэтому надо его посмотреть. Так. Темп стрельбы, либо дополнительное повреждение. Но темп стрельбы выливается в дополнительное повреждение, так что возьмём его. Далее. Либо повышенный крит-шанс, либо, опять-таки, дополнительное повреждение. Я всё же, наверное, крит-шанс пойду. Мне просто дичайше интересно. А, вот сейчас тонко мне показали, откуда у меня берутся талант-поинты. В принципе, их можно легче заработать, если тратиться на дешёвые апгрейды. Вот это такой. Информация к размышлению, так сказать. Регенерация. Нет, дополнительное сердечко возьму. Скорость конины, не, не буду брать. Дополнительное сердечко возьму. Давайте заценим. Я хочу, чтобы у меня всё в сердечках оказалось. Окей, я наношу ему повреждения вообще. Так. А кристаллы? Понятно, они не выбрасывают рубины, так что с них вообще толку никакого. О, а вот этот парнишка выбрасывает рубинчики-то. Балзука. Теперь это... Нет. Надо как можно чаще палить из снайперки. Что в тебе? Потом из пулемёта, а потом снова из снайперки. Так. Пошёл. Так. Оп. А, птичка мне не нужна пока. Интересно, она сама засосётся? Скоро он помрёт. Я уж чувствую. Давайте этот кукурузник собьём. И этот кукурузник. Не уйдёшь, я знаю, где полетаешь. Отлично. Так, вытеряю аптечку можно взять. Оп, отлично. Да, блин. Эти красные бароны. Всё, надо не обращать на них внимания. Самый лучший способ. И 535 денег. Зашибись, это первый босс. Ну, кстати, было несложно. Ну, правда, я играю сейчас на самом лёгком уровне сложности. Может быть, в этом фишка. Так, крит дамедж. Я возьму всё-таки темп стрельбы. И крит шанс. И на апгрейд за 500 мне уже не хватит. Фаербол. Во, круто. Пули превращаются в фаерболы. Или ларпа. То есть, выпускает дополнительные пули, находясь в воздухе. Не уверен. Фаербол, наверное, всё же веселее. Так. Ещё раз регенерацию. И... Ну, давайте больше рубинов, если выбирать из этого. Ну, что ж. Я думаю, что, в общем, на самом деле на этом уже такое коротенькое знакомство с игрой Bits & Blitz можно завершить. Напомню, что ссылку на неё вы найдёте в описании к данному видеоролику. Огромное спасибо вам за внимание. И до свидания. Субтитры подогнал «Симон»